А вот еще одна история. Как появилась наша Вселенная? Не бойтесь, это не ликбез по физике и астрономии, хотя отчасти о них мы тоже вспомним. Представление о мире вокруг нас очень отличалось от эпохи к эпохе. Например, не всегда люди знали, что Земля круглая, или что есть другие планеты, или что Земля вращается вокруг Солнца, или есть другие миры и галактики. Так как все-таки появилась наша Вселенная? Давайте разберемся. Многие скажут, что Вселенная произошла от большого взрыва. Однако этой теории всего около 100 лет. В 1915-16 годах Альберт Эйнштейн публикует свой труд «Основы общей теории относительности», в котором устанавливает связь между временем и пространством в появлении нашей Вселенной. На основе идеи Эйнштейна в 1922 году советский математик и физик Александр Фридман высказал предположение, что в самой основе происхождения Вселенной лежит взрывной процесс, тот самый большой взрыв. На протяжении человеческой истории появление Вселенной и мира вокруг нас объяснялось через разные мифы, верования, божественный промысел. Менялись и наши представления о планете Земля, а также о ее происхождении. Древние греки, например, верили, что Земля является плоской. Считается, что первым тезис «Земля имеет форму шара» высказал и аргументировал греческий ученый Пифагор в VI веке до н.э., а греческий философ Аристотель в том же веке даже привел доказательство сферичности Земли. Тогда же оформилось представление о вращении всех небесных тел вокруг Земли. Астрономические взгляды европейцев эпохи средних веков являлись результатом попыток согласовать греческую астрономию с текстами Библии. Например, в европейских университетах изучали трактаты английского богослова-историка «Беда достопочтенного» о природе вещей, исчисления времени, идеи которого были основаны на сферической форме Земли и геоцентрической системе мира. Научная революция в Европе XVI-XVII веков изменила представление европейцев о мире и вызвала кризис религиозной картины мира. В ходе нее постепенно утвердилась идея, что центром нашей Вселенной является Солнце, а Земля вращается вокруг него. Основными историческими событиями, приведшими к осознанию этого факта, были публикация трудов Коперника о вращении небесных сфер, Джордана Бруно о бесконечном Вселенной и мирах, телескопические открытия Галилео Галилея, открытие законов движения планет Иоганна Кеплер. Существенную роль сыграли также создание классической механики и открытие законов движения всемирного тяготения английским физиком Сааком Ньютоном. Именно идеи этих ученых-физиков определяли научную картину мира европейцев до конца XIX века. Позже их идеи были дополнены и усовершенствованы физиками и астрономами XX века.